Не делайте вот так, не берите свою собаку Мордочку аккуратненько, мыть задние лапки, такая она маленькая Сейчас я схожу за полотенцем и вернусь Моими малышами достаточно заказать в Китае полотенце Кто такой смешной покемон? Кто? Привет, я Аня и ты на канале Magic Family И после ролика, как я учила Юми и Мишу плавать, я обещала вам всех моих маленьких собачек в ванне Поэтому сегодня мы будем купаться, тем более все уже достаточно грязные и нам точно пора помыться Так что подписывайся на канал, если ты тут впервые Добро пожаловать в нашу семью, у нас всегда интересно И поехали! Но до того, как мы начнем, я хочу объявить кое-что очень важное 30 сентября я буду в Санкт-Петербурге на первом городском фестивале домашних животных Pet Shop Days И, конечно же, я там буду не одна Это фестиваль для животных и людей Я буду рассказывать, как стать другом своей собаки Наверное, самый важный пункт в жизни с питомцем Ну а потом мы уже сможем пофоткаться и пообщаться Так что я очень вас всех жду Тех, кто в Питере и рядом, приезжайте и увидимся Ну и можете захватить с собой своего пёсика или другого питомца, если он у вас есть Сам фестиваль Pet Shop Days состоится в выходные 30 сентября и 1 октября в Санкт-Петербурге С 11 до 20 часов в креативном пространстве Ткачи По адресу набережная обводного канала 60 Короче, всю информацию, ребят, я оставлю в описании к этому видео Питер, увидимся! Я посадила пушистиков в ванну Сейчас начнем набирать воду По пути я буду давать какие-то советы Но в том числе у меня есть уже где-то примерно 7 роликов Я все их оставлю в описании к этому видео Они на разные темы Как мыть собаку, как мы ходили в салон Как мыть крупную собаку, мы мыли бабасика Обязательно их посмотрите Оттуда вы узнаете очень много всего нового и полезного Любую собаку можно приучить мыться Но не каждой собаке нравится мыться И это разные вещи И это уже зависит от характера скорее, чем от приучения Собаке просто нельзя слишком холодную воду, прохладную, потому что она может простудиться Либо слишком горячую воду, потому что температура тела у них гораздо больше Я, например, проверяю на ощупь Температура должна как бы не обжигать руку Водичка Она должна быть слегка теплая Приятная такая Вот когда вы почувствуете, что вам приятно Есть, кстати, такой способ, как защитить ушки собачки, чтобы вода не попадала туда Это засунуть кусочки ватных тампонов Но я этим не пользуюсь, я просто стараюсь очень аккуратно мыть голову Чаще всего я мою собак по отдельности Но сегодня у нас такой большой купальный день и все моются вместе Для тех, кто собирается сам мыть собачку, купать ее или учить плавать наполненной водой в ванне Пожалуйста, никогда не делайте вот так Не берите свою собаку и не опускайте ее в уже наполненную ванну Это большой стресс для собаки София сама по себе спокойная, а некоторые начинают прямо перебирать лапами до того, как их опустят в воду Не делайте так Лучше заранее посадите собачку в ванну и наполняйте воду постепенно вместе с ней Когда она в ней находится, так ей будет гораздо менее страшно Не будет такого сильного, жуткого стресса Это равносильно тому, как если бы вас, когда вы не умели плавать, взяли бы и опустили воду на глубину сразу Вместо того, чтобы дать вам зайти постепенно с берега Относитесь к своим животным с уважением и старайтесь не создавать им лишних стрессов, если у вас есть возможность Ребята, если мы соберем много лайков на это видео, я сниму салон красоты для собак дома Я буду расчесывать и причесывать их разными расческами, чистить зубы и стричь когти и все это вам покажу Так что ставьте лайк, если хотите такое видео Софиша у нас больше всех любит воду, поэтому к мытью она относится абсолютно спокойно Она спокойно дает мыть задние лапки вот так вот Кстати, ребята, напишите в комментариях, если у вас есть собака или какой-то другой питомец, как он относится к воде Первым делом мы намочим шерсть хорошенько во всех местах, а теперь будем мыть Юмичу Кстати, обратите внимание, когда душ опущен прямо в воду, он не создает лишнего громкого звука И сейчас мы будем намыливать хорошенько Юмичу Не забывайте, что мыть нужно собаку очень тщательно, очень хорошо, все тереть везде Как бы ни было, нужно обязательно помыть интимные места вашей собачки, не брезговать Обратите внимание на хвостик, мыть его тоже от начала до конца Особенно если у вас с длинной шерстью собаки, их сложнее мыть, чем короткошерстных Можно взять немножко как раз пенки и как помыть голову Вот так вот между ушей помыть голову Вот так мордочку аккуратненько, вот здесь вот рядом с ушками И ушки можно мыть вот так вот Скорее нужно аккуратными быть, когда вы их будете смывать А сейчас мы можем их попенить немножко, да? И шейку помоем Между подушечек, между пальчиков и сами лапки тоже обязательно надо помыть По поводу, кстати, попадания шампуня в глаза Я использую шампунь такой специальный, который не щипет глазки Поэтому можно помыть и бровки, и все Но если вы используете шампунь, который щипет, будьте, пожалуйста, аккуратней Смывать тоже нужно очень-очень тщательно Вот чтобы прям скрипела шерстка Потому что иначе у собаки может начаться какая-нибудь аллергия, чесаться Я зажимаю ушки обычно и смываю вот так над глазами За ушами я смываю наоборот, раздвинув ушки Чтобы вода в ушки не попала Прижимаю снова ушки и вот так вот потихоньку головку смываем Сейчас все постепенно будут превращаться в крысок, как Юми Эйвена я просто мою шампунем И иногда могу использовать кондиционер какой-нибудь, бальзам В случае с длинношерстными я использую кондиционер и бальзам еще после шампуня То есть процесс тот же самый, намыливаем и смываем Обязательно мыть свою собачку только средством для собак А не человеческими шампунями и средствами А также обязательно читайте упаковку Потому что в основном все средства концентрированы И вот, например, на этом шампуне написано Что нужно его разбавлять 1 к 5 для обычного мытья И 1 к 10 для легкого или частого мытья То есть это очень важно У меня уже они все разбавлены прямо в емкостях, в бутылочках А вы читайте этикетку Вы наверняка, если смотрите наш канал, давно уже видели Как мыли Сейвен и Софи достаточно много раз По крайней мере в нескольких видео точно И как они плавали и в море, и в бассейне, и везде Поэтому я вам показываю именно, как ведут себя Миша и Юми во время этих процедур Миша и так не самая крупная собачка Но посмотрите сейчас, какая она маленькая и худенькая и тоненькая По сравнению с Сейвеном Софи Сейчас я схожу за полотенцами и вернусь Моя собака Ать, пойдем Пойдем И вот Вытирать собачку тоже, ребят, нужно обязательно Очень тщательно В одном из видео, где мы мыли бабасика Я показывала, как это делается при помощи фена Сушится шерсть Но в случае с моими малышами Достаточно Юми запуталось полотенце Достаточно вытереть их полотенцами Эй, ты хочешь еще вытираться? Ну подождите, вы же Мишу заварили Я покупала вот такие вот заказы в Китае полотенца смешные В форме таких лягушечек Птенчиков Мы их показывали на канале В блоге песиков Они там их одевали Распаковывали Что ты, мучаешься, пишу Вот они всегда после ванной Очень радостные Очень бесятся Вот в такие вот полотенчики Мы оделись Чтобы никто у нас не замерз Собак нужно хорошенько вытирать Чтобы они не простудились Не замерзли Особенно если они длинношерстные Длинную шерсть вытирать сложнее Идеально можно высушиться феном Но полотенцем все равно Нужно высушить все Что только можно Кто такой смешной покемон? Кто? Все, все, все Сняла капюшон с тебя Бурдак у нас тут Идите сюда Кто? Прощаться-то будем Вот это вот обычно Начинает происходить Сразу после мытья И скоро увидимся в новых роликах И до встречи 30 в Питере Пока